Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Юлия Куликова. Я эксперт по выкупу имущества с государственных торгов. Самый популярный вопрос, который вы задаете мне, как же найти земельные участки от государства? Первым способом мы можем сделать найти на сайте ГИС Торги, либо по-другому Торги Гофру. Многие из вас, те, кто со мной работает и смотрит мои каналы, знают о том, как это сделать. Еще один способ, как можно выставить на Торги земельные участки, это через публичную кадастровую карту. Публичная кадастровая карта – это такой сервис, который позволяет работать с земельными участками. То есть это официальный источник информации для поиска земельных участков. В этом источнике мы можем узнать, в какой зоне расположен земельный участок, к какой категории относится земельный участок, найти свободные земельные участки и выставить их на Торги. Также при помощи этого сервиса мы узнаем, размежован земельный участок или не размежован, стоит на кадастровом учете или не стоит. То есть, еще раз, если вы собираетесь работать или хотите работать с земельными участками, то вам подойдет сервис «Публичная кадастровая карта». Официальный сервис от Росреестра. Он очень вредный и может не работать. То есть в выходные, как правило, он работает очень редко. Но, тем не менее, такой, как он есть. ПКК – публичная кадастровая карта. Он так и называется – pkk.rosreestr.ru. Подсвечивается он синий галочкой. И только синий. Это официальный источник информации, с которыми мы работаем. Есть еще другие аналоги, но ответственность уже за данные источники информации я не несу. Итак, мы переходим на публичную кадастровую карту. Когда вы первый раз зашли именно в публичную кадастровую карту, вам предложат пройти обучение. Но зачем вам это нужно, когда я вам сегодня все расскажу. Тема, про которую я хочу сегодня проговорить – это как искать государственные земельные участки и выставлять их на торги. Потому что то, что выставляет государство, не всегда нам интересно. То есть мы хотим. Очень часто ко мне приходят клиенты, и они просят найти земельный участок в их локации, где интересно именно им. Итак, мы зашли в публичную кадастровую карту. Справа у нас сразу подсветилось, что новые сервисы на публичной кадастровой карте. Земля для стройки и земля для туризма. Земля для туризма нас не интересует. Меня интересует земля для стройки. Справа вверху у вас есть вот такие слои, как два листочка, наложенные друг на друга. Кликаете на слово «Слои», дальше спускаетесь немножко вниз и ставите галочку «Земля для стройки». Дальше. Для того, чтобы определить ваше местоположение, вам необходимо нажать вот на эту кнопочку. Нажимаете «Разрешить». Сервис покажет ваше местоположение. Публичная кадастровая карта может очень долго работать и очень долго грузить. Поэтому для того, чтобы вам с ней работать, вам нужно будет на мышке, колесиком, на уменьшении и на отдалении делать. Итак, давайте посмотрим. Я нахожусь в городе Томске. Как только я выбрала земля для стройки, у меня кружочками стали подсвечиваться земельные участки, те, которые запланированы государством для стройки. И мы эти земельные участки можем выбрать. Сюда у нас входят такие земельные участки, как для многоквартирных домов, как для индивидуального жилищного строительства, так и для личного подсобного хозяйства. То есть их нужно будет выбирать уже вручную, потому что этот список нигде не публикуется. К примеру, я увидела вот в этой локации точку, да, то есть она меня заинтересовала. Приближаю. И то самое пятно, которое мне показывалось, оно у меня должно подсветиться. Она бывает перескакивает, поэтому смотрим то, что есть. Вот, 48-й земельный участок. Давайте посмотрим на карту и вообще узнаем, что же означает этот 48-й земельный участок. Что я вижу? Что, во-первых, он размежован, у него есть кадастровый номер, он расположен рядом с дороги, и возле него больше нет никакой свободных земельных участков. Что я вижу? Кликаю, если на него он подсвечивается. Может зеленым, может желтым, может желтым. Земельный участок и кадастровый номер. Дальше адрес. И мне необходимо нажать подробнее. Ранее учтенный, то есть это земельный участок еще с 90-х годов для эксплуатации зданий и сооружений военного городка. Услуги. Справочная информация в режиме объектов. То есть здесь у нас должно появиться, если земельный участок запланирован непосредственно для строительства, подать предложение. Так как у нас здесь ничего не появилось, значит этот земельный участок просто подсвечивается синим цветом. Такое, к сожалению, это же бывает, сервис не идеален. Кликаю на другой, рядом с ним. То есть я вижу, что тоже земельный участок расположен возле дороги. Итак, строительство многоквартирного жилого дома. Площадь 24 сотки. Земельный участок размежован, имеет кадастровый номер. Кто является у нас организатором, да, то есть куда у нас уйдет? Департамент архитектуры строительства Томской области. Здесь у нас есть такая кнопочка «Подать обращение». Нажимаете «Подать обращение», заполняете свои данные, как вы хотите участвовать, как юридическое лицо, как физическое лицо в соответствии с законодательством. Все заполняете и нажимаете «Отправить». В случае положительного решения, земельные участки в течение 30 дней появятся на сайте Гисторги. На сайте Гисторги вы их увидите либо с ценой, либо на выявление спроса без цены. Если этот ролик был вам полезен, подписывайтесь на мой канал, читайте мои новости и буду рада видеть вас в друзьях во всех своих группах. До встречи в новых видео.